Все же знают, да, что для того, чтобы похудеть, нужно создать дефицит калорий общего питания. То есть мы должны потреблять меньше, чем мы тратим. Тратим мы калории, тратим мы энергию на все, буквально, даже если мы находимся в покое, мы тратим калории на жизнедеятельность, на обеспечение организма, на дыхание, на терморегуляцию и так далее, и так далее, и так далее, тратится довольно большое количество калорий. Но мы должны потреблять меньше для того, чтобы мы худели. Меньше примерно на 15-20%. И вот когда мы на дефиците калорий, нам нужно есть правильную пищу, правильно питаться. Почему? Потому что если мы будем есть все подряд, то мы будем потреблять пустые калории, которые нам не дадут ровно счетом ничего. А нам нужно большое количество белка, нам нужны полезные жиры, вот как здесь вот эта селедочка, нам нужны углеводы, полезные медленные углеводы. И для того, чтобы употребить достаточное количество, найти где-то вот это количество белка, полезных жиров и углеводов, нам нужно набирать из нормальной еды. Если мы будем набирать из неправильной еды, то нам просто недостаточно будет полезных веществ, которые нам необходимы для нормальной жизнедеятельности, чтобы было нормальное количество белка, нормальное количество всего полезного, именно ненасыщенных жиров, а не транс-жиров, не дай бог. И вообще самое вредное, что может быть, это трансжиры. Поэтому правильное питание и ограничение себя в каких-то вредных продуктах, это правильное решение для того, чтобы создать нормальный дефицит калорий. Если мы едим что-то сладенькое, то мы потом очень быстро хотим снова есть. И мы снова едим, соответственно, уже переходя наш дефицит калорий и создавая профицит калорий. И поэтому мы набираем дополнительные килограммы. Вот, поэтому плетайтесь правильно, худейте вкусно и все будет замечательно. У меня завтрак, вот такой вот это омлетик, значит, селедочка, где омега-3, витамин D, полезные жиры. Но селедку я выбираю не очень жирную для того, чтобы не перебрать количество жиров, которое необходимо для похудения. Жиры необходимы, но перебирать жиры тоже плохо, точно так же вредно. Вот, хлеб из-за трубей, в котором есть и клетчатка, и все, что необходимо, ну и немножко огурчика. Здесь в огурце, конечно, клетчатки мало, но совсем чуть-чуть есть. И для вкуса это замечательно. Вот такой вот замечательный у меня завтрак. И всем желаю вкусного похудения. КОНЕЦ КОНЕЦ